Несколько дней назад два землетрясения произошли в нашем любимом Марокко. Больше 600 погибших людей и очень много пострадавших. Просим Аллаха, чтобы он смело стивился над погибшими и даровал терпение и выдержку всем жителям Марокко. Испытания и трудности никогда не прекращаются в жизни людей. Каждый человек проходит какие-то испытания, каждый человек проходит через определенные трудности в своей жизни. Всевышний говорит, неужели люди полагают, что их оставят без испытания только за то, что они сказали «мы уверовали». Мы уже испытали тех, кто был до них. Аллах знает, кто искренен, а кто лжет. Мусульманин должен выходить преуспевшим после каждого испытания. Есть различные признаки того, что человек смог достойно пройти ту или иную трудность. Несомненно, Всевышний способен удерживать от людей абсолютно все трудности и бедствия. Однако он, согласно своей мудрости, дает этому случаться. Внутри каждой трудности заключена милость. В этих землетрясениях, которые унесли множество жизней, также есть милость Всевышнего. Люди могут ужаснуться таким словам, но если они проанализируют хадисы пророка, да благословит его Аллах и приветствуют касательно данной темы, то они и сами это поймут. В одном из хадисов, например, говорится, что люди, погибшие в подобных катастрофах, являются шахидами. Множество высказываний пророка дают нам понять, что шахидами являются не только погибшие во время сражения. Есть около 20 видов мученической смерти, о которых говорится в хадисах. Иншаллах, мы сделаем отдельный видеоролик, в котором расскажем о каждом отдельном виде. Одним из видов мученической смерти является смерть под завалами. В собрание имама Аль-Бухари пришел хадис от Абу Хурайры, да будет доволен им Аллах, о том, что посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал, «Пятеро являются шахидами, умершие от чумы, умершие от болезни живота, утонувшие, погибшие под обломками здания и павшие на пути Аллаха». Люди, погибшие в подобных ситуациях, являются мучениками, они являются избранными Всевышним Аллахом. Ведь в этом аяте сказано «Мы чередуем дни побед и поражений для людей, чтобы Аллах выявил верующих и сделал бы некоторых из вас мучениками». И Аллах не любит несправедливых. Аллах избирает среди всех людей своих любимых рабов и дарует им мученическую смерть. И как же прекрасно участь тех, кто умер мучеником. Это касается тех, кто умер во время землетрясения. Что касается родственников погибших, то все их беды, печаль и скорбь являются прощением грехов по милости Всевышнего Аллаха. Пророк да благословит его Аллах и приветствует в хадисе, переданном Саидом Аль-Худри, сказал, «Что бы ни постигло мусульманина, будь то утомление, болезнь, тревога, печаль, неприятность, скорбь или даже укол колючки, Аллах непременно простит ему за это что-нибудь из его грехов». Трагедия, которую переживают сегодня жители Марокко, потерявшие своих родных и близких, непременно будет причиной прощения грехов и возвышения по степеням в следующем мире. И изучая данные хадисы, мы приходим к выводу, что мусульманин никак не смог бы достичь высоких степеней в раю, не случаясь с ним в мире все эти бедствия. Сегодня люди печалятся и скорбят, но в следующей жизни они будут несказанно рады тому, что с ними случилось. Однако достойно сможет пройти подобные испытания лишь тот, кто знает и верит, что трудности с должным терпением приносят лишь блага в этом мире и мире ином. Второе, что хотелось бы сказать касательно произошедших событий, так это то, что подобные бедствия являются сильнейшим напоминанием для мусульман всего мира. Люди быстро забывают и отдаляются от Господа, когда пребывают в спокойствии и благополучии. В Коране в очень многих местах упоминается о том, что человек, находясь в благополучии, забывает о Всевышнем, не просит его ни о чем, не поминает его. Если же с людьми случаются бедствия, как шторма в море, землетрясения, любые катастрофы и бедствия, они тут же вспоминают о Творце и начинают молить его о помощи. Когда человек обращается к Аллаху с мольбой, это приближает его к нему. Ведь он совершает поклонение, ради которого были созданы люди и джинны. Всевышний говорит, «Я сотворил джиннов и людей лишь за тем, чтобы они поклонялись мне». О том, что многие люди вспоминают о Творце лишь при бедствиях, говорится, например, в Сурьюнус. Когда от человека, неверующего, касается что-то плохое, например, болезнь или бедность, он обращается с мольбами к нам, и лежа, и сидя, и стоя, по многу во всех состояниях. Но когда мы снимаем с него беду, он проходит мимо, оставаясь в своем неверии, будто никогда и не молил нас избавить его от постигшей трудности. Так приукрашены для неверующих их поступки, они верят, что ведут себя правильно. Подобные люди, если их касаются беды, взывают к Аллаху искренне, в каком положении они бы не находились, стоя, сидя, лежа. Это при трудностях, как, например, при землетрясении. Когда же все успокаивается и жизнь возвращается в прежнее спокойное русло, они возвращаются в свою беспечность, будто ничего и не было. Все эти землетрясения также служат причиной того, что многие люди в мире вспоминают о Всевышнем Аллахе. Они начинают просить Аллаха, чтобы Он защитил их семьи, чтобы с милостью велся над ними и приблизил их к себе. Также подобные бедствия могут стать причиной оставления больших грехов. Многие люди, находясь в благополучии, совершают большие грехи и со временем забывают о том, что это именно большие грехи. Затем Аллах ниспосылает различные трудности, которые сотрясают человека и помогают ему вспомнить о грехах и оставить их. Согласно хадисам, пророк да благословит его Аллах и приветствуй. Часто, наблюдая на небе грозовые тучи, затмение солнца или луны, начинал просить у Аллаха защиты и призывал людей, чтобы они обращались к Аллаху в подобных ситуациях. И он сам просил у Аллаха прощения, молил его, вставал на молитву, думая, что, возможно, он совершил где-то ошибку или что его сподвижники совершили что-либо запретное. При таких бедствиях всем нам необходимо возвращаться к Аллаху. Если мы обнаружим, что мы, наш народ, верим в Аллаха, подчиняемся Ему и стараемся отдалиться от запретных деяний, то надо благодарить Аллаха за это. Подчиняемся Ему и стараемся отдаляться от запретных деяний, то надо благодарить Аллаха за это. Если же при трудностях мы обнаружим, что мы ближе к нечестью, чем к праведности, то необходимо тут же возвращаться к Аллаху. Вспомните слова Аллаха. Любая беда постигает вас, верующие, лишь за то, что вы сделали своими руками из грехов. Он прощает вам многое. У всех у нас есть ошибки, есть грехи, за которые Всевышний способен нас наказать. Поэтому необходимо вовремя возвращаться к нему, моля его о прощении и милости. Ромар ибн Аль-Хаттаб, да будет доволен им Аллах, был очень мудрым и проницательным человеком. Он очень хорошо понимал, из-за чего происходили те или иные события. Во время его правления произошло землетрясение в Медине. Невероятно редкое событие для тех земель. Ромар собрал людей и поднялся на Минбар и воскликнул. Вы внесли новшество в религию. Вы поторопились. Он имел в виду, что, возможно, кто-то из людей в Медине ввел новшество в религию Аллаха, либо же проявил нетерпение, неблагодарность и поспешность в каком-либо деле. В чем нельзя проявлять поспешность. Ромар не знал, что произошло конкретно. Не знал, из-за чего именно Аллах не спослал на них это бедствие. Возможно, это было из-за какого-либо скрытого греха среди людей. Но от Аллаха ничего не может скрыться. Ромар же не знал, что произошло. Но он был уверен, что бедствие произошло из-за людских грехов. Халиф, стоя на Минбаре, продолжает. «Если землетрясение произойдет еще раз, я покину вас и уйду из Медины». Ромар предупредил их, что все это по причине ваших грехов. Что если вы не покаетесь и не вернетесь к Аллаху, то я оставлю вас и покину Медину. Люди в Марокко, как мы знаем, очень серьезно относятся к религии Аллаха. Они очень близки к Господу. Они известны своей религиозностью всему миру. Я уверен, что жители этой страны непременно изучат ситуацию, подумают над тем, что произошло и сделают выводы. Если они найдут в себе ошибки и грехи, я уверен, что они исправят их и вернутся к Господу. Если же они найдут, что пребывают в подчинении Творцу и в отдалении от грехов, то они возблагодарят Его за Его милости. В конце я хотел бы повторить, что данные землетрясения являются милостью Аллаха и причиной возвышения верующих по степеням. Причем это касается как погибших, так и родственников. Кроме того, данное бедствие служит напоминанием для всех мусульман в мире и особенно для жителей Марокко. Напоминанием того, что мы грешны и что необходимо каяться и возвращаться к Аллаху и благодарить Его за Его милости. Аллах говорит, поистине награда терпеливым воздастся в полной мере и без отчета. Просим Аллаха, чтобы Он даровал жителям Марокко терпение и стойкость. Пока продолжает существовать это видео на просторах интернета, те, кто стали причиной выхода этого видео, будут получать непрерывное вознаграждение. Ансар Медиа дает возможность своим подписчикам поучаствовать в благом и совершать садок от Руджария, которая покроет расходы на переводы видео, озвучку и нужды канала. Аллах увеличивает награду, кому пожелает. Аллах, объемлющий, знающий. Аллах, объемлющий. 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 Аллах, объемлющий.